Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Сегодня мы открываем очередное заседание пресс-клуба. Буквально через несколько дней, в начале ноября, свой четвертый день рождения, отметит Дугавпилский Олимпийский центр. Именно поэтому мы сегодня решили собраться в этой студии. Дело в том, что объект работает уже действительно вот уж 4 года, как оказалось, но иногда складывается такое ощущение, что он так и не смог полноценно влиться в городскую спортивную жизнь и балансирует где-то между удовлетворением интересов местных спортсменов и необходимостью чем-то латать дыры в собственном бюджете. Именно поэтому темой сегодняшнего нашего разговора станет именно Дугавпилский Олимпийский центр, его настоящее и будущее в контексте городской спортивной жизни. Соответственно, представляю гостей сегодняшней нашей студии. Это, в первую очередь, Улдис Пастерс, руководитель данного объекта. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вице-мэр городской думы Янис Дукшинский. Добрый день. И руководитель управления спорта Александр Исаков. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мне будут помогать мои коллеги. Это Елена Костыгова, журналист телестудии.com. Здравствуйте. И Александр Внуков, спортивный корреспондент портала «Наша.ЛВ». Здравствуйте. Меня зовут Ольга Питкевич. Начать я хочу, наверное, немножко обратившись в прошлое. Я порылась в архиве статей разных изданий, касающихся Олимпийского центра. В свое время очень много об этом писали, очень противоречиво. Но я решила так пойти более объективным путем и нашла слова ваши, Улдис. Из образца 2009 года газете «Час». Вы, в частности, при открытии Олимпийского центра говорили, что самое главное – это реорганизация спорта. Новыми возможностями должны воспользоваться спортивные школы и организации. А некоторые морально устаревшие базы можно будет использовать для других целей. В городе теперь можно проводить международные спортивные соревнования. У нас есть великолепные залы для волейбола, гандбола, баскетбола, фехтования, трибуны для зрителей. Кстати, большой зал можно использовать и для концертов других мероприятий. В связи с этим хочется спросить. Вот прошло 4 года. Ваши слова насчет использования и применения этого объекта сбылись. Если нет, то по чьей вине что можете сказать? Я думаю, да. Нашли бы хороший абзац, хорошая статья. И действительно, мы убедились, что Олимпийский центр справляется с теми функциями, которые закладывались и при проектировании, и при строительстве. И если там упоминались, скажем так, отдельные морально-физически устаревшие спортивные объекты, которые следовало бы закрыть, но и приостановить. Это самый яркий пример. Это зал фехтования на улице Циэтокщина. Тот, который с вводом Олимпийского центра уже закрыт, законсервированность стоит, не работает. Я думаю, что фехтовальщики получили отличные условия для работы. По прочим залам, тут может быть какая-то будет дискуссия, мы по ходу нашей встречи поговорим. То, что Олимпийский центр построен и должен использоваться полноценно и очень плодотворно той же спортшколы, это тоже, наверное, ни для кого не надо сейчас доказывать. Другое-другое дело, скажем, как это соотнести с другими спортивными объектами города, с целями, задачами детско-юношеской спортивной школы, управления спортом. Это, наверное, вопрос дискуссии. Ну, все-таки тогда начиная дискуссию, вот все-таки на ваш взгляд, вам хотелось бы, чтобы с чьей стороны, со стороны горожан или спортсменов, которых направляют управление спортом, спортшколы, было бы больше посещения Олимпийского центра? Или вас все устраивает, и с той, и с другой стороны? — Заполняемость Олимпийского центра сейчас в зимний период. Поздняя осень, ранняя весна, она очень хорошая, да, и, наверное, соответствует, скажем так, и по загрузке, и по возможностям именно Олимпийского центра. Конечно, хотелось бы, чтобы и поздняя осень, лето, ранняя осень была бы та загрузка, чтобы там проводились бы и тренировочный процесс, и соревновательный процесс тех видов спорта, который у нас, скажем, в городе присутствует. И именно вот по каким-то таким моментам и есть та моя, скажем так, реакция к руководству города. Это началось уже в 2012 году, в 2011 году. То есть именно та озабоченность, что хотелось бы, чтобы Олимпийский центр загружался бы более-более полно. Именно спортсменами, я так понимаю, то есть если к руководству города звучит. Ну нет, именно спортсменами, ну тогда можно, наверное, вспомнить немножечко предысторию, да, что в 2011 год, конец года мы видим, прошел год, мы планируем, начинаем планировать свою будущую работу, мы начинаем планировать 2012 год. Ну и, скажем, когда Олимпийский центр запрашивает информацию в управлении спорта, сколько средств вы предусматриваете в бюджете будущего года на Олимпийский центр, именно на аренду помещений в Олимпийском центре. То есть у горожан как-то до сих пор еще складывается то впечатление, у многих, как я слышал, что Олимпийский центр датируется городом, да, это не так. То есть Олимпийский центр не получает дотации в том обычном понимании этого слова. Олимпийский центр предоставляет услуги по утвержденным учредителям тарифам. И в зависимости от того, насколько используются наши залы, бассейн и так далее, и так далее, это составляет нашу доходную часть. И на этот запрос, что же планируется на 2012 год, мы получаем ответ, что средства планируются в том же объеме на тренировочный процесс, на соревновательный, даже больше. И понимаете, тоже ситуация анализируется у нас каждый месяц, да, и когда уже лето 2012 года мы видим, что у нас, скажем так, загрузка немножечко с прошлым годом не очень все хорошо, да, то есть я пишу письмо мэру города того времени, это госпожа Кулакова, да, то есть выражая свою какую-то озабоченность и задавая вопрос. Осенью 2012 года опять же, да, мы видим, ну тогда начинается движение, несколько увеличивается эта заполняемость, все равно год кончается минус 5000 по сравнению с 2011 годом, но когда сейчас, насколько у меня есть информация, в 2013 году в бюджете управления спорта заложено еще минус 20000 по сравнению с 2012 годом, ну тогда просто встает вопрос, за счет чего, скажем, эту доходно-расходную часть закрыть. Господин Исаков, вот я так понимаю, напрямую к вам вопрос, почему так получается, почему планируется одно, в итоге загрузка меньше, и может быть с вашей стороны, какие тогда, может быть, ну интересы спортсменов, вот спортшколы, Дугавпилский олимпийский центр, может быть, не может удовлетворить, или в чем проблема, почему не хватает денег господину пастерсу? Здесь, скорее всего, надо начать не из денег, а из потребностей, от необходимости. Соглашусь с Улдесом, на сегодняшний день, это поздняя осень и ранняя весна, идет постоянная загрузка, она практически, я не скажу, что это 100%, но на 95% это основание. И, к сожалению, наш олимпийский центр построен так, что он, в принципе, используется, то есть полная нагрузка происходит только именно в этот период. Если взять, разложить до основания, что такое олимпийский центр, это состоит из трех больших залов, сделанных перегородками, это бассейн, это тренажерный зал, это медицинский центр, это зал фехтования, и есть часть объектов, которые мы используем круглогодично, то есть 12 месяцев в году, как есть и на стадион один, так и на ранее 31. Это те объекты, которые управление спорта заказывает у Долгопилского олимпийского центра для нужд спортивной школы. То есть мы, по своей сути, не какие-то частные коммерсанты или кто-либо, которые их захотели, взяли, захотели, не взяли. То есть мы живем по тому утвержденному тарифу, который нам предоставляет олимпийский центр, по тому бюджетному плану, который утверждает Долгопилская городская дума, и по загрузке, которую предоставляет нам спортивная школа. На сегодняшний день есть факт, я соглашусь, что на 2013 год произошло уменьшение загрузки бассейна, но эта история, так скажем, связана с бюджетом. То есть мы в любом случае всегда на бюджет приносим те заполняемости, которые нам необходимы, и 2013 год был не исключением. Но судя по каким-то финансовым составляющим, были урезания в бюджете спорта Паралда только для того, чтобы какие-то, наверное, у самоправления были свои более весомые приоритеты. Имея в виду, что все-таки у спорта комитета есть в своем ведомстве свой бассейн, то есть решили часть группы пловцов, чтобы она занималась именно на стадионе строителей. То есть сам тренировочный процесс, та загрузка, которую дал нам спортивную школу, она не пострадала. А перераспределение финансов, да, действительно есть. Но для города в рамках городского это ни о чем не сказалось, и нигде не произошло ущемление. Единственное ущемление, это был, конечно, недонабор 20 тысяч, который скалолдится именно на отделение плавания. Остальные параметры, если проанализировать те года, которые, ну хотя бы за три года, которые действительно полноценно работают мультихал, в 2013 году был план на порядка 130 тысяч, да, в течение года были произведены изменения, то есть мы увеличивали число посещений, число загрузки из спортивной школы, число проведения городских мероприятий, международных мероприятий, и было увеличение бюджета на оплату аренды помещений 142 тысячи. В конце года, когда две бухгалтерские, бухгалтерия спорта Пауэра, бухгалтерия ДОССРА делаются сравнительные акты, то есть вышло, что это даже еще было больше, 146 тысяч. 12-й год был у нас город под эгидой спорта, то есть и там был такой взлет, ажиотаж, и цифры еще больше увеличились, да, и факт все равно превысил ее. А на 13-й год, как Юлда сказал, это 20 тысяч минус, это только по бассейну. Вот вы говорите, свой бассейн в строителе, вам с пловцов туда, получается, отправлять дешевле, чем к Улдусу? Ну ничего нет дешевого, ничего нет бесплатного, правильно есть такое неправильное понятие, что это бесплатно, все равно город тратит на коммунальные услуги, тратит зарплату каким-то персоналом, который обслуживает, но этот объект существует, да, и было бы неправильно, если это есть этот объект действующий, который выполняет свою спортивную функцию, свою социальную функцию, да, не использовать его. То есть, но в любом случае здесь еще не надо учитывать и тренировочный фактор, да, то есть мы говорим про бассейн Мультихала, и у нас было такое обширное собрание, то есть с коллегами, у господина Вице-Мэра, где мы обсуждали, то есть и тренировочный процесс, мы не должны гнаться ни в коем случае за таким популистским движением, быстрее-быстрее заполнить, чтобы деньги нам пришли, и дальше нас не интересует. Я, прежде всего, должен, меня больше всего интересует, как происходит тренировочный процесс, чтобы отделение спортивной школы, там, будь то плавание или другого, не пострадало в тренировочном плане. Да, из шести дорожек Олимпийского центра, по факту, мы можем использовать четыре. Крайние, да? Две крайние дорожки, которые могут тренера обслужить, проводя тренировки. Да, это свистки, это крики, это вопли, дети, всплески, все. И вы сегодня приходите, заплатив абонемент на плавание, вам надо с этим считаться. Да, вам надо попасть на третью-четвертую дорожку, и должна быть у вас дилемма, как туда попасть, когда здесь идет непрерывный процесс. Ну, это технически, я думаю, мы на последнем каком-то, пришли уже, да, к соглашению, что есть там и Олдеса мнение, то есть, как это нам исправить, чтобы действительно и люди, приходящие в бассейн, могли попасть на третью-четвертую дорожку. Коллеги, прошу. Олдес, а как вы себе представляете этот процесс, когда две крайние дорожки заняты, то есть, по факту, четыре дорожки заняты? Спортсмены обычно тренируются вечером, ну, понятно, потому что днем идет учебный процесс, кто-то работает, вечером у вас и наплыв посетителей. Вы знаете, я тут немножечко про тренировочный процесс хотел добавить, да, то есть, та какая-то печальная ситуация, за которую мы тут бьемся уже несколько лет. Речь-то не идет не только, скажем, о тех группах плавания, значит, бассейне, баскетбол, значит, в баскетбольном зале, волейбол, в волейбольном зале. Как-то у нас не получается, даже не с управлением спорта, а с детско-юношеской спортивной школой, да, там, где есть те отделения, решить вопрос тренировочного процесса других видов спорта, да, когда ко мне неоднократно и до сих пор приходят, и все эти годы приходят спортсмены и тренера других видов спорта, тот же биатлон, штанга, там, легкая атлетика, те виды, которые у нас есть в городе, которые просят, пусти нас, пожалуйста, в бассейн, тренажерный зал для обеспечения нашего тренировочного процесса, да. Это, наверное, не новость, что в любом виде спорта раз в неделю для тренировочного процесса, как минимум раз в неделю, нужно для восстановления, для каких-то своих задачей тот же бассейн, те же бани, да. Да, отдельные спортсмены, те, которые есть в наших списках, кандидаты в олимпийскую команду, члены олимпийской команды, в списке олимпийского центра, они получают эту услугу от олимпийского центра, но мы не можем эту услугу дать всему отделению, не знаю, биатлона, там, фехтования, легкой атлетики. Этот вопрос тоже поднимается неоднократно, я не видел бы проблем ту серединную дорожку, да, или как-то, скажем, раз в неделю, два раза в неделю, скажем, использовать для тренировочного процесса тех видов спорта, которые не специализируются чисто на плавании, там, на волейболе, на что-то. Когда мы говорим о вечернем времени, несомненно, да, то есть тут надо найти компромисс между, скажем так, посетителями, между публичными посещениями, спортшколой. У нас сложилась та ситуация, что, условно назовем, это второй этаж олимпийского центра, это бассейн, это тренажерный зал. Из года в год, из месяца в месяц, 88-89% нашей доходной части – это публичное посещение. Только 10-11-12% – это, скажем так, заказ самоуправления, остальное – публичное посещение. Ну, так вот, в том-то и дело, получается, приходят профессиональные пловцы, занимают две крайние дорожки, то бишь четыре дорожки, в это же время приходят простые посетители, их достаточно много, вы говорите. И как им, какой компромисс тут можно найти? Нет, поэтому они не занимают крайние четыре дорожки, они занимают две-три крайних, да, и чтобы обыкновенный посетитель, публичное посещение мог бы нормально зайти в бассейн, и было бы как минимум крайние дорожки, одна для медленного плавания, другая для более быстрого плавания. Несомненно, мы ищем этот компромисс, и тут этот компромисс надо найти, потому что, скажем, бассейн спроектирован и поставлен так, что нет такого четкого разграничения спортивной части и, условно, части для отдыха, да, так как есть у Лепа, и, да, проектировался бассейн, спортивный бассейн отдельно, да, он никаким образом не мешает тем посетителям, которые приходят в баню. А почему у нас так не проектировался? Проектировался согласно того опыта тех спортивных залов и комплексов, которые были на тот момент Латвии, то есть очень этот опыт оценивался, плюс проектировался опять исходя с тех географических возможностей, которые мы имели, да, то есть та территория земли, на которой расположен Олимпийский центр, соблюдение всех необходимых нормативов, те 43 тысячи квадратных метров с существующим уже футбольным полем, надо было его обыгрывать, плюс еще, скажем, учесть те потребности, тех видов спорта. На тот момент в городе были 4 спортшколы, которые тоже высказывали свои пожелания, и были также согласования со всеми федерациями видов спорта, спорт которых представлен в Олимпийском центре. Александр, вы можете сейчас вот на вскидку назвать, сколько у нас в одной группе пловцов тренируется? Ну, группа разная, то есть в зависимости от каждого возраста, если мы говорим про ОСМП, конечно, это единичный случай, там, с Павлом Вилтсом, да, а есть начальные группы, но там количество будет другое совершенно, да. То есть маленькие дети, они, конечно, там идет большее количество, и, естественно, у них меньше занятий. Ну, примерно человек 20, бывает? До 20 человек. То есть 20 человек занимают, спортсмены, пловцы занимают 2-3 крайние дорожки, пускай, хорошо. Это достаточно большое количество, у них же не может быть нормального тренировочного процесса, если рядом еще плавают простые жители, пускай человек 20-30, ну, согласитесь. Почему, простите, не может, есть опять определенные нормативы по конкретному возрасту. Если пловец уровня Павел Свилл-Цанн, в принципе, должен быть один на дорожке во время тренировки, то дети в зависимости от возраста есть до 10-12 человек на дорожке, которые плывут. Это, опять же, нормативы, это тренировочный процесс, я не вижу тут никакой проблемы. Да, и те же дети, это наши дети, да, это наши городские дети. И опять те же дети, мне очень радует, что опять те люди, публичное посещение, которые приходят, скажем так, за денежки, очень хорошо воспринимают то, что эти дети тоже замерзли во время тренировки, забегают в баню там, туда-сюда, они двери закрывают, открывают. То есть найден тот, скажем так, компромисс, что нету такого чувства неприятия, то есть вот мы тут пришли, а вот тут какие-то дети, давайте без детей или как-то, да. Ну вот я, честно говоря, слышала немножко другие мнения, в том числе в комментариях на сайтах, о том, что как раз-таки простых горожан, не спортсменов тренировочный процесс все-таки отвлекает, мешает, мешает действительно отдохнуть. Тоже слышал такое мнение, ну тогда же, что же нам делать, вы понимаете? Тогда есть те же в комментарии, вы упоминаете комментарии, те какие-то упреки, почему так дорого, давайте дешевле. Ну давайте сделаем залаты, будет там 300 человек одновременно, да. Я слышал тоже мнение, почему тут так много народу вообще, почему бы не поднять цены, чтобы тут было более комфортно отдыхать. Понимаете, сколько человек, столько мнений, да, там тоже есть такое мнение. Зачем я купил тут такое, а ко мне тут забегают непрерывно в баню, тут у меня двери туда-сюда, да, и я не могу спокойно отдохнуть. Нет, в любом смысле надо какой-то компромисс найти, потому что, ну бассейн должен загружен, да, ну спортсмены должны тоже иметь возможность тренироваться спокойно и посетители тоже, потому что у нас в городе Долгополь, у нас уникальный город насчет бассейнов, да, бассейнов у нас много, у нас некоторые... Пять бассейнов? Да, пять бассейнов, плюс, например, как бассейн 16-й средней школы, он абсолютно не заполнен, да, там весь микрорайон может плавать, да, то есть, да, ну, Олимпия еще, да, идет и все остальные, можно сказать, да, поэтому, насколько я видел бассейны, как работает Латвия, ну они очень максимально загружены, по всем дорожкам кто-то плавает, или спортсмены плавают, или люди, да, наши иногда думают, если пришел, заплатил абонент в Олимпийском, то я отдыхаю в бассейне, мне никто не мешает, так далее, или я один на дорожке плаваю, но такого нет, просто если ты взял дорожку, ты плавай, отдыхай, ну, рядом, конечно, это тоже, ты не весь бассейн арендовал, ты арендовал дорожку, например, это свое, поэтому тут, конечно, компромисс нужно искать, чтобы удобно было и для спортсменов, и удобно для отдыхающих. Я и по бассейну хотел бы добавить, то есть, именно действительно, те группы, те, скажем, спортсмены, то количество спортсменов, которые плавут сейчас зимой, это абсолютно оптимально и нормально, да, но вопрос-то возникает, почему же тогда отделение спортшколы не плывет у нас в июне и не плывет в августе, я не говорю про июль, когда вода слита, да, лично я не понимаю, как когда-то спортсмен бывший, я не понимаю, как можно 3-4 месяца быть в спортшколе каникулами, то есть, у меня дети по большому счету распущены, да, то есть, когда те же тренера отделения плавания, и в этом году в августе спрашивают, пустите нас, нам нужна вода для тренеров. Александр, почему они плавают в августе? Мы начинаем приходить к тому же самому вопросу, что и вначале поднимался, то есть, ради бога, пусть они плывут в августе и в мае, но за этот август придется кому-то платить, да, если в бюджете этих денег нет, то этот вопрос будет потом у меня, и не сторонник того, чтобы именно руководствоваться деньгами, у меня денег нет, и вы не плаваете, ни в коем случае, они плывут, но только в другом месте, то есть, вопрос, не плыть и не плыть, не стоит, понимаете меня? Они плывут в строитель до поры до времени, да, они в лагере занимаются, они занимаются на зинтрише, на стропах, то есть, все равно, это нет такого, что прерыв на 3-4 месяца. То есть, у вас дети не отдыхают, да? По законодательству никаких 3-4 месяцев вообще не идет речь, идет речь о 8 неделях, то есть, грубо говоря, 2 месяца может быть перерыв, это та, ну, наверное, я больше в этом компетентен, да, то есть, по языковским программам учителя отдыхают, в отличие от нас, не месяца, а два. Да, естественно, они используют лагеря спортивные в это время. Во время лагеря они поступают на работу в управление спортом, они в спортивную школу, поэтому они все равно занимаются это дело, то есть, ну, минимум месяц все равно человек должен отдыхать. По факту, я вам скажу, они отдыхают даже еще меньше, потому что тренера у нас на сегодняшний день, шляпа перед ними, это все равно энтузиасты своего дела, и они болеют за свое дело. Если бы тут приходили тренер, я вам больше в студию, да, то есть, они бы каждый доказывали нужность и привилегии своего вида спорта. Это не говорит о том, что они перетягивают идеалы на себя, это говорит о том, что они болеют за свое дело, за своих детей и за своих воспитанников. Да, мы можем много говорить, там, как на уровне чиновничества, да, и рассуждать как, что, чего, но сам это корень вопроса, если мы связаны с ДОЦом, то это о том, что на сегодняшний день какие он нужды нашей удовлетворяет. Вот этот надо вопрос поднимать. О том, что сколько плавцы плавут, они все равно выполняют свою программу. То есть, тренера бы не получали финансирования и денег, если бы они не выполняли программу. А о том, какие там заложены в ДОЦы залы и какие виды спорта он удовлетворяет, вот это, конечно, вопрос. Хорошо, с вашей стороны, вот Улдис высказал, он хотел бы, чтобы спортшкола давала большую загрузку, в том числе, в частности, по бассейну там в августе-майе. Какие, с вашей стороны, тогда будут претензии, например, к Олимпийскому центру? У нас никаких претензий нет, мы просто делаем свою работу. Не, ну это понятно. Если так посмотреть по загрузке бассейна на этот год, 13-14, то у нас основная масса загружена, это в ДОЦы, да, и только старшая группа Киселева, где во главе с Павловицем, и младшая Шерстнова, только и занимаются в вечернее время с 9, ой, с пол-восьмого до 9. Как раз таки то время мы вывели эту группу, чтобы она не мешала именно посетителям, которые приходят, ну, простые горожане. О том, что мы еще больше туда заведем, то есть время-то не ограничено, мы больше пол-девяти не можем запускать детей плавать. Старшие, да, они до девяти плывут, но это все-таки уже взрослые юноши. Но если это будут малыши, то, представляете, они со школы, мама должна отвезти, и мама должна встретить, и все-таки отдаленность ДОЦы. Не, ну ладно, ну это да, с бассейном понятно. Вы вот такую тему затронули, что какие-то вот другие виды спорта, может быть, вообще, как в Олимпийске был построен. В этом плане есть какие-то у вас нарекания? Я никого не хочу нарекать, я говорю факт, что мы сегодняшний день имеем. То есть у нас есть виды спорта, которые несут плачевное состояние, так материальное состояние, да, то есть они занимаются в бывших детских садиках, да, они занимаются там уже устаревшим и, как Олдис сказал, изжившим свой срок в боксерском зале. Это те виды спорта, которые вообще остались не у дел. Да, мы в итоге поимели на город хороший, добротный, за определенное количество миллионов, Олимпийский центр, а вопрос спортивный тренировочный составляющий не решен. Вот это-то и абсурд. Олдис, вы можете что-то борцам, боксерам на сегодняшний день предложить? Или действительно все так плохо? На данном этапе Олимпийский центр – это многофункциональный зал, и чтобы предложить что-то борцам, значит, какое-то из этих залов надо отдать на конкретную специализацию конкретного вида спорта. Один из залов у нас таким образом отдан сейчас, это наш центр олимпийской гимнастики. И это произошло только лишь потому, что, посмотрев, как работает Олимпийский центр первый год, и мы увидели, что три зала нашим волейболом, баскетболом, скажем, другими видами спорта не заполняются. И поступило предложение, сейчас очень успешно работает Олимпийский центр гимнастики, порядка 250 детей там находятся, и действительно там перерыв только на 2-3 недели в июле, там работа ведется непрерывно, и очень рад, что эта гимнастика появилась у нас. И, пользуясь случаем, 23-24 ноября у нас в Латвии пройдет первый раз за историю, наверное, да, углубился чемпионат Латвии по художественной гимнастике. Взрослый чемпионат, да, то есть хотелось бы пригласить всех горожан, посмотреть, что такое художественная гимнастика. Ну, тут я с вами соглашусь, гимнастика это, конечно, хорошо, и молодец Айвер Плата, который замечательно работает, десятки детей занимаются, но, тем не менее, вы перевели гимнастов, новый зал, как раз в середине чемпионата города по футзалу, тем самым рухнул календарь, который, в принципе, с вами был согласован. Ну, сейчас надо тогда поднимать какие-то документы, письма, так далее. Нет, здесь другое. По-моему, месяца полтора назад началось такое, что весь город увидел, что наши руководители спорта, спорта Парвелда и Олимпийский центр, мягко говоря, не дружат. Мягко говоря, не дружат, и это вылилось на страницы газет. И, в общем-то, это, по-моему, для меня это было, конечно, очень неотрадное зрелище, и оно ни для кого неотрадно. Вот, Янец, скажите, ведь известно, что у спорта Парвелда свой, у Александра Исакова свой начальник, у Улдеса свой начальник. Вот есть ли какая-то возможность сближения интересов? Сближение интересов. Да, конечно, потому что, ну да, то, что Александр сказал, ведь Олимпийский центр, да, в Гопелске, строился, ну, с такой целью, во-первых, один из таких центров по Латвии существует, да, наш региональный строился по проекту, один из первых после Венспилса, например, какой-то опыт имел, да, было ограничение в земле, развитии и так далее. Это не значит, что все спортивные виды должны в этом центре находиться. Да, тут вопрос политики, стратегии развития спорта в общем, да. Если мы берем, например, то же самое, как пример Венспилс, который имеет там 35 гектаров земли, и все базы спортивные концентрированы в этом огромном парке и в Олимпийском центре, и все едино работают, например, да, и датируются, ну, или какие-то услуги покупают с управлением, да, это другая совсем система. У нас другая система, да, поэтому, конечно, те спортивные виды, которые за эти года, кто-то, например, думал, что построят Олимпийский центр, значит, и бокс там, и штанга, все получит там помещение, ну, в принципе, в самом начале такого, я думал, что невозможно, да, поэтому надо думать и нам про легкую атлетику, стадион там, думать, строить и улучшать базы и для бокса, и для штанги, и для борцов, это все еще нужно, да, и нужно смотреть, как дальше развивать Олимпийский центр, потому что идеально, когда нет вот этих ссор, непонимания, да, а работаем все вместе на развитие спорта в городе, да, так должно быть, да, и поэтому должны посмотреть, что мы будем делать, или мы будем развивать дальше Олимпийский центр, создавать какие-то стадионы рядом, какие-то спортивные комплексы для того, чтобы и остальные виды спорта имели нормальную базу, да, или, например, будем где-то на стороне в других местах тоже что-то строить заново и так далее, это вопрос управления, что эффективнее, например, что, потому что тут должен быть как оператор спортивных баз, да, который, ну, Олимпийский, который всей организацией занимается, да, поэтому есть примеры положительного с Латвии, если берем Лепой пример, да, там, например, очень много культурных мероприятий проходит, там Олимпийский центр, но там он культурный центр, да, там посещения тоже много, но они и убытки работают, независимо от этого, там в школах нет бассейна, там все дети идут заниматься, там другие совсем условия, поэтому довольно, они очень разные, да, но, конечно, хотелось бы при центре, или даже, потому что там ограничения есть определенные в помещениях, то есть, ну, нет, у нас 4 гектара только, у нас не 30, не 40 гектаров, поэтому, может, где-то нужно строить строительство новых баз, восстановления других стадионов, но только вопрос, или эта структура будет самоправлением, или эта структура может влиться в Олимпийский центр с основным капиталом, чтобы доля самоправления была бы не 42%, например, а, может, на дальнейшем 100%, тогда у нас будет, как в Энспилос, единая структура самоправления спорта, да, и мы тогда не будем ссориться между собой и управлять всей этой схемой. Янис, ну, вам не кажется абсурдным немножко? У нас, в принципе, ведь есть дворец культуры, где можно проводить различные мероприятия, выставки, какие-то распродажи, причем выставки кошек и собак, которые проходят в Олимпийском центре, дискотеки. Тем не менее, эти мероприятия проходят в Олимпийском центре, спортивный объект, и подчас у нас получается так, что волейболисты Шенкер Лиги, Балтийская волейбольная лига вынуждены играть в зале волейбольной школы только потому, что в этот момент, например, в Олимпийском центре проходит выставка кошек и собак. Или футболисты вынуждены менять свой календарь из-за того, что в новом здании течет крыша. Ну, вы знаете, вы тут вспоминаете историю четырехлетней давности, которая устранилась, и, коль бы затронули крышу текущую, про футбол вам все-таки отвечу, да, и про гимнастику, да. Чемпионат города по футболу в помещениях проходит по выходным, проходит на протяжении, там, зимний период, да, и остальное мы опять приходим к тому, что летом мы пустые, осенью пустые, весной мы пустые. Этот комплекс строился не для того, чтобы в нем проводить чемпионат города по мини-футболу на двух площадках одновременно. Пожалуйста, есть площадка А, где сейчас проходите. Ну, вы же согласовывали этот календарь. Ну, несомненно, несомненно. И тогда, когда появился у нас центр гимнастики, который загружает комплекс этот зал, круглогодично, круглогодично, и эти 250-300 детей, которые там есть, занимаются, круглогодично. Лично я считаю, и мои учредители согласились со мной, что более целесообразно и для развития Олимпийского центра и спорта в целом тут иметь зал гимнастики. С одной стороны, есть интересы спортсменов, с другой стороны, есть бюджет Олимпийского центра, который, как ни крути, предприятие, а не датируемое самоуправлением спортивная база, ему нужно чем-то закрывать свои там дыры в бюджете. Вот дальше, продолжая эту тему, невольно наводится, ну, как бы встает вопрос о теперь уже частных посещениях. Про спорт мы тут много и долго говорили. Как предлагает Александр Внуков, надо бы вам как-то помириться, мы будем надеяться, что, правда, у вас встречи будут, и под патронажем Яниса Дукшинского удастся прийти к общему знаменателю. Давайте поговорим вот о людях. Действительно, они как-то тоже довольно-таки сильно, я считаю, страдают. Буквально недавно вы выступили с новыми расценками на посещение бассейна, ну, сказать, что это шок, но ничего не сказать. Ну, получается, что для человека один раз сходить, вот для меня, например, как взрослого, это 5 латов 20 сантимов вечером, для семьи это уже будет, ну, 2 взрослых человек, 10 латов 30 сантимов. Как-то вот странно это получается. С одной стороны, вот Янис напомнил, что самоуправление 42%, да, получается, то есть он пропорционально этой доле собственности гасит кредит за счет всех налогоплательщиков, с другой стороны, большинство этих налогоплательщиков и подумать не могут о том, чтобы прийти поплавать в этом бассейне. Что вот с этим делать? Ну, да, вот мы приходим через 40 минут к сути вопроса, да. Пожалуйста, одно из решений, да, какой-то отдельный, морально-физически устаревший объект города спортивный закрывать и не отдавать эти сотни тысяч теплосетями Латвенерго, да, направить на, скажем, полную какую-то загрузку. Поэтому и было это увеличение, скажем, цены на публичное посещение, да, что мы видим, что мы не можем, как управление спортом, мы не датируемся городом, мы не можем осенью сбудить огрозу и умеем прийти попросить, нам не хватает на электричество, но что-то где-то дайте нам, да. На данном этапе Олимпийский центр сейчас в сентябре включительно, если брать, идет минус 9 тысяч. Мы выйдем на ноль, да. Эти цены сегодняшнего дня уменьшаются опять. По ряду причин опять мы видим, что на процентов 10, да, действительно упало посещение, да, оно упало опять же потому, что вступил в строй с 1 октября тот же бассейн-стадиностроитель, датируемый городом, и да, там жители могут прийти, если не ошибаюсь, за два лата, да, или, ну, примерно там плюс-минус, но датируется городом это мероприятие, несомненно, да. Второй момент, мы буквально на той неделе заключили, я думаю, очень хороший договор по электричеству на будущий год, вы все знаете, как идет вверх электричество, электрибос еперком облигата компонента, если у нас еще в прошлом году месяц был примерно 3,5 тысячи лат, то сейчас он 4,5 тысячи лат, да, то есть, есть те, как сказать, расходные части, которые увеличиваются, 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 да, каким-то образом их надо компенсировать, да, мы просто смотрим, что мы сможем выйти на какой-то нормальный показатель, цены на данном этапе уменьшены, да, то есть, и мы будем, наверное, сделаем максимально все возможное, да, чтобы их как-то, может быть, сделать еще, и сделать это посещение более, более, скажем, легко поднять, да, легкое для гаража. Я просто добавлю, да, цены, да, они, может, для кого-то окажутся и большие, они, наверное, есть большие, да, но есть определенные категории, которые имеют свои, там, меньшие цены, это юниоры, сеньоры, например, люди с особенными потребностями, но тут вопрос маркетинга может и смотреть какие-то, ну, то, что абонентные, например, билеты, которые намного выгоднее купить, например, загрузить бассейн, чем, например, единичные посещения. Я знаю, что некоторые центры делают определенные дни, как в Энспилос, например, 25 скидок, 25% скидка идет, то есть, использовать таким образом, чтобы, ну, разные люди могли, но есть возможность такая, если самоправление решит, например, датировать дополнительно до какой-то категории, например, людей, или это дети, или это молодежь, может быть, или просто через, чтобы уменьшить количество цен, это тоже реально, да, но это единственное только дополнительные расходы со стороны самоправления. Мы не можем приказать центру сказать, там, один лад в час. Мы сейчас приходим к тому, что у нас появляется очень хорошее сотрудничество долгого-то с домами, с аунотной с Далю, да, то есть буквально с ноября пойдут для отдела, ну, я у них еще Даля, да, там разные акции, да. У нас есть ряд еще таких положительных моментов, да, к которым мы приходим, да, чтобы это, скажем, можно было бы и уменьшить, и как-то продвинуться. Другое дело, что мы, конечно, неоднократно обращались в тот же отдел социального страхования еще и позапрошлым, позапрошлым году. Это, несомненно, те люди с ограниченными возможностями, которые есть в нашем городе, то есть чтобы было бы бесплатное обещание их ассистентам, тем, кто их провожает, так далее, так далее, но мы не получили положительного ответа, может быть, сейчас изменится, да, что-то в лучшую сторону. То есть есть те какие-то позиции, по которым мы, несомненно, сейчас будем, будем, скажем так, двигаться, чтобы более доступным стал бы Олимпийский центр. И, конечно, как уже вице-мэр упомянул, я не хотел бы акцентироваться на одноразовом посещении бассейна там или что-то. Есть действительно абонементы, абонементы, поэтому новая система немножечко пришла, что если раньше был абонемент 4, 8, 12 раз, и он был годен месяц, то сейчас 5, 10, 15, но он селит 2 месяца, да, то есть есть такие моменты. И действительно такие моменты, что опять у нас нет больше пенсионеров, но есть сеньоры, это опять, чтобы не было бы той ситуации, что у нас есть определенное количество пенсионеров, уже в 45 лет он пенсионер, да, у него есть пенсионная книжка, а в то же время человек в 63 года еще работает, а он не пенсионер, то есть сеньоры. Также юниоры до 20 лет. И все-таки эти, скажем так, система абонементов, система опять же той же Олимпикарты, где приобретя карту за 5 лад в течение всего года, вы получаете еще дополнительную 10-процентную скидку на все услуги. Ясно, но, Янис, вот все-таки вот у вас, как у первого вице-мэра, достаточно вот политической воли? Это в ваших как бы, ну, планах на будущее, вот при составлении, например, бюджета на следующий год. Каким-то образом, вот теми инструментами, которые вы назвали, все-таки сделать, ну, по крайней мере, посещение Олимпийского центра действительно более доступным для горожан? Да, конечно, мы эти вопросы будем рассматривать и встречаться, и уже при составлении бюджета совместно с управлением спорта мы рассматриваем вопросы, чтобы загрузить бассейн, во-первых, да, вот эти 20 тысяч, то, что Александр говорил, да, возможность использовать дальше обучение детей плаванию, которое проходит, ну, может, с Целтникса, но там нет маленького бассейна, поэтому дети только с пятого класса могут начинать учиться, да, есть возможность такая посмотреть, сколько это расходы требует, чтобы обучение проходило именно в Олимпийском центре, да, в дневное время, когда бассейн не так загружен, да, и, конечно, будем рассматривать возможность уменьшения в виде акции, какие-то категории, в виде сотрудничества, но есть очень многие варианты, есть положительный опыт других центров, где есть многие категории, которые посещают бассейн очень хороших ценных и от этого не теряются деньги, а получают еще дополнительную прибыль. Улдес, а вы член правления Олимпийского центра, но вы не должностное лицо, ваши декларации в СГД мы не нашли, а вы можете сейчас рассказать, сколько вы зарабатываете? Ну, например, доходы Александра мы все знаем, а ваши? Да, нет должностное лицо по той простой причине, что у самоуправления нет и к 50%, да, мой оклад утвержден еще много-много, скажем так, лет назад, и, как и во всех Олимпийских центрах Латвии, он привязан к минимальной зарплате, это 7 минимальных зарплат. За месяц? Да. Минимальная зарплата у нас сейчас 200 латов, да? Да. Коллеги, спасибо большое вам за сегодняшнюю дискуссию. Я действительно надеюсь, что новое руководство города, которое сегодня у нас в суде представляет господин Дукшинский, у него действительно хватит политической воли, о которой мы говорили, и в бюджете следующего года, который вот-вот, я так понимаю, уже составляется, будет составлен, будет принят действительно такая позиция, как спорт, получит немножко больше денег, а хорошо бы намного больше денег, и в конце концов, действительно, Олимпийский дворец будет и востребован как спортсменами, так и жителями нашего города, они будут туда ходить с удовольствием и по приемлемым ценам. Очень хочется пожелать вам, Улдис, чтобы в следующем году, в пятый день рождения Олимпийского центра, мы встречали более с оптимистичным настроением и говорили о том, что посещаемость вашего объекта увеличивается, увеличивается и благодаря поддержке города, и благодаря, скажем так, мудрой ценовой политике, которую вы сами осуществляете, чего вам желаем, и, ну, поздравляем с праздником. Спасибо. Я говорю спасибо гостям сегодняшней нашей студии, это Александр Исаков, руководитель управления спорта, Янис Дукшинский, первый вице-маргородской думы, Олдис пастерс, руководитель Олимпийского центра, Александр Внуков, спортивный корреспондент нашей ЛВ, и Елена Костыгова, корреспондент студии Даутком ТВ. Я Ольга Питкевич, говорю вам до свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА